Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск гай.рф-видеоверсия в студии Валентина Выгузова. Программа подготовлена при поддержке гипермаркета «Айсберг». В «Айсберге» с 11 по 20 октября купи бытовую технику и получи подарочный сертификат. Так, при покупке холодильника «Индезит» высотой 185 см и авторазморозкой холодильной камеры всего за 19 990, мы дарим вам сертификат номиналом 1000 рублей. Покупать в «Айсберге» выгодно. В субботу 15 октября на полигоне ТБО в 14.00 будет организована группа по поиску тела Надежды Слеповой. Полицейские гаи обращаются ко всем с просьбой помочь в поисках тела пропавшей. На полигон следует прибыть в специальной одежде, резиновых сапогах для проведения раскопок с подручным инструментом, грабли, лопаты и так далее. Также будет задействован весь личный состав сотрудников полиции. Поиски усложняются еще тем, что ухудшаются погодные условия, и пока есть возможность, их нужно продолжать. Полицейские гаи обращаются ко всем с просьбой помочь в поисках тела Надежды Слеповой. Раскопки на полигоне ТБО начались 3 октября и до настоящего времени не дали результатов. Правоохранителей и волонтеров, задействованных в поиске, недостаточно. Всех, кто неравнодушен к этой трагедии, просят помочь. За два дня в рамках операции «Невод» госавтоинспекторы ГАИ задержали 5 нетрезвых водителей. На двоих был составлен протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Еще двое отказались проходить медицинское освидетельствование. Показательным примером того, к чему может привести пьянство за рулем, служит ДТП, случившееся 6 октября на автодороге «Колпакская банная». По вине нетрезвого водителя «Волги» машина опрокинулась в кювет, и два человека погибли на месте. Кроме того, еще три пассажира были госпитализированы в медучреждение. Сотрудники полиции МВД России по Гайскому городскому округу обращаются к водителям. Будьте благоразумны, не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ведь это крайне опасно не только для вас самих, но и для других участников дорожного движения. Алкоголь является основной причиной серьезных дорожных аварий. Если вы стали свидетелем того, что транспортным средством управляет лицо с признаками алкогольного опьянения, пожалуйста, позвоните и сообщите об этом по телефону 02. Ваш звонок может спасти жизни невинных людей. Жильцы Ленина 5А, о которых мы не так давно рассказывали, не одиноки в своих бедах. В Гае есть еще один дом Брошенко по улице Октябрьской, 32, от которого в свое время отказалась ДУ-1, а другие управляющие компании на свой баланс его не приняли. В отличие от жильцов на Ленина 5А, квартиры собственников с Октябрьской отапливаются, даже несмотря на отсутствие технического паспорта готовности к отопительному сезону. У некоторых данная ситуация вызывает опасения, поскольку в любой момент может случиться беда. У этого дома вышел срок эксплуатации и за ним давно никто не следит. Брусчатка выглядит весьма плачевно и, возможно, пополнит список аварийных домов. Жильцы очень ждут и надеются, что их переселят. Отметим, что дом аварийным не признан. Собственники квартир жалуются, что жить в таких условиях не очень-то и приятно, плюс у обитателей дома лишь в том, что они не платят за техобслуживание. Мы адресовали в блок главы города запрос относительно домов, которые не обслуживаются ни одной управляющей компанией, и вот какой ответ получили относительно дома по улице Октябрьская. Жильцы дома сами отказались от технического обслуживания управляющей компанией, также отклонили предложение ТСЖ «Мир» обслуживать их дом и выбрали непосредственное управление. Администрации города Гая были предприняты меры по проведению собраний жильцов выше указанного дома с целью выбора управляющей компании, но жители отказались принимать участие в данном собрании. Таким образом, собственники помещений самостоятельно осуществляют деятельность по содержанию и ремонту общего имущества. Администрация города Гая предлагает собственникам жилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу город Гай, улица Октябрьская, 32, инициировать собрание для выбора способа управления. А также сообщает сайт администрации, на сегодняшний день паспорта готовности выданы на все жилые дома. Отопление по улице Ленина, 5А запущено с 10 октября. Также с 10 октября силами МУП ЖКХ устраняются протечки в подвале. Медицинский офис Инвитро в городе Гае предлагает скрининговую оценку липидно-холестеринового обмина. Скажи нет атеросклерозу. Только с 15 октября по 15 ноября оцени риск развития атеросклероза всего за 399 рублей. В обследование входят показатели 3 глицериды, холестерин общий, холестерин липопротеинов, высокой и низкой плотности. Ждем вас в медицинском офисе Инвитро в городе Гае по адресу улица Октябрьская, дом 58, телефон 51055. Большой выбор постельного белья, одеял, покрывал, подушек, матрасов. Отличные качества, интересный дизайн, красивая упаковка для подарков, оптимальная цена. Представлены также продукции фирмы Тянде. Мы ждем вас универсамбриз, секция номер 6. В ДК Горняков прошел первый этап зонального конкурса эстрадной песни «Золотые голоса». На сцене выступили самые юные участники в возрасте от 4 до 7 лет из Гайского округа. На суд жюри было представлено порядка 20 номеров. Маленькие артисты выступали как сольно, так и дуэтами. За время конкурса на сцену вышли и кошка беспородная, и мухоморы, и рыбка. Все выступления были яркими и театрализованными. По итогам первого этапа были представлены лауреаты конкурса. Ребята были награждены дипломами, сладкими призами и памятными подарками. Музыкальные руководители детей получили благодарственные письма. Музыкальные руководители детей получили благодарственные письма. А в лесу чудесна просто красота. И тропинка тянется прямо вдоль пруда На ветрах калины ягоды висят За пенечко прячутся шляпы отряд Парам-пам-пам, парам-пам-пам Какую песенку вы сегодня поете? Кошку беспородную Долго готовились? Да А расскажи немножко о своем костюме Жили-были мухоморы под зеленою сосной Красные как помидоры с белой свежей бородой С белой свежей бородой Тоже петь будешь? Да А какую песенку? Капельки Капельки? А страшно тебе на сорт? Да Какую песенку поешь? Поем песенку грибы Грибы? А почему именно про грибы? Потому что осенью растут грибы Часто плачет малышня Слезки льют за гадом Плак сывок саю меня Называть не надо Подарю колечко Покарю сердечко Ой, люли, подожди Выйду на крыльчко Руды-руды-руды-рыц А по-русски рыжик Руды-руды-руды-руды-рыц Ну, кажись поближе А почему именно песенку про мухоморы? Потому что мне ее дали такое Жили-были мухоморы По зеленую сосной Праздник, как помидоры С белой снежной бородой Далее пройдет второй этап конкурса На котором выступят участники В возрасте от 8 до 17 лет Обладатели гран-при зонального конкурса Отправятся на всероссийский конкурс Алмазные грани В субботу многим гайчанам Найдут работу по силам и возможностям В будущем приюте для животных Пройдет генеральная уборка Приглашаются все желающие Нужно как можно больше людей Чтобы привести помещение в порядок При себе иметь перчатки, мусорные мешки Веники, грабли и лопаты Организаторы приюта Виктория и Анна Очень надеются на помощь гайчан Адрес, по которому находится Будущий дом для бродячих животных Девушке предоставят по телефону 8 922 845 57 16 В настоящее время им выделили помещение Но оно в таком разбитом состоянии Что работу предстоит проделать очень большую Чем сейчас помогают уже гайчане? Сейчас помогают едой Деньгами помогают тоже Но не так уж много Очень нужно много денег на строительство Нам нужно отопление сделать, свет, воду Канализацию этого нету Тут подключено все, но это нужно Как проведено Но для подключения нужно провести трубы Еще тут будет у нас не просто живот У нас тут будет бухгалтерия Ветокабинет у нас тут обязательно будет У нас будет кухня Тут будет все, как полагается в приютах Тут не будет такое, что Один раз пришел в день Покормил, убрал за животными и ушел Тут будут постоянно люди Непосредственно тут буду каждый день я Который будет убирать, кормить, выгуливать Это 100% Ну и будут помощники Надеюсь, что будут волонтеры И у нас будет все больше и больше Однако помогать приюту не так уж много желающих Чаще горожане просят забрать у них Надоевшие домашние животные Собственно, по этой причине Место расположения приюта не разглашается Потому что девушки опасаются, что к зданию Будут приносить и подбрасывать кошек и собак Пока что размещать животных негде Сейчас это помещение мало похоже на приют И очень хочется надеяться, что в ближайшем будущем Оно все-таки будет соответствовать своему статусу Хочется отметить, что горожане, которые в комментариях На портале гай.рф очень часто отписываются Что создали бы приют Я бы создал приют, у меня бы был бы приют Как бы помогать животным хотят все Но когда все реально столкнулись с этой проблемой Получается, что сейчас звонят только с одной просьбой Пожалуйста, заберите животных Для того, чтобы животные, которые сейчас вам оказались В силу разных причин, вдруг ненужными Оказались в приюте Вам нужно приложить, дорогие гайчане Усилия Просто поднять немножко свою пятую точечку с дивана Принести сюда либо корм, либо материальную какую-то помощь Либо помочь физически То есть вдвоем две хрупкие девушки С такой задачей не справятся Очень нужна ваша помощь Из своей журналистской практики я вспоминаю Что однажды проходил очень замечательный конкурс Я сейчас не буду вдаваться в подробности И мы задавали участницам такой вопрос Что бы вы сделали, если бы вы выиграли миллион? Вы знаете, что отвечали девушки? Каждая практически ответила Я бы открыла приют для бездомных животных Чтобы его открыть, не нужно зарабатывать миллион Выигрывать, получать Просто помогите Еще раз напоминаем, что узнать подробности субботника Вы можете по телефону 8 922 845 57 16 Перечислять материальные средства для помощи Можно на карту Сбербанка Номер вы видите на своем экране В конце выпуска о погоде В ближайшие дни в Гае пасмурно Возможен небольшой снег Ветер восточный 4-5 метров в секунду Температура воздуха днем Плюс 3, плюс 5 Ночью 1-2 градуса ниже 0 Мы напоминаем, что наша программа Была подготовлена при поддержке Гипермаркета Айсберг Только в Айсберге с 11 по 20 октября Покупайте бытовую технику И получайте подарочный сертификат Например, при покупке телевизоров Fusion диагональю 1 метр И цифровым тюнером всего за 19 990 Вам подарят сертификат номиналом 2000 рублей Покупать в Айсберге выгодно Это все, о чем мы успели вам рассказать Свежие новости и комментарии к ним Всегда для вас доступны на портале Гай.рф С вами была Валентина Выгузова Всего доброго и до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин